Друзья, всем привет! Как вы знаете, я занимаюсь покупками новых автомобилей и самый частый вопрос ко мне в декабре месяце каждого года Когда же выгоднее покупать автомобиль? Вот сейчас в декабре или дождаться января 2020, потому что там будут больше скидки? Вот давайте эту тему мы сегодня с вами детально обсудим и сделаем выводы, когда же выгоднее покупать автомобиль Зачем мы все с вами торгуемся? Для того, чтобы сэкономить наши денежки И вот прежде чем мы начнем, 47 секунд полезной рекламы касаемо отдыха. Смотрим и продолжаем. Поехали! Здравствуйте! Вас приветствует интернет-портал куда-на-юга.ру Куда-на-юга.ру – понятный и удобный поиск на странице Доступен со всех типов устройств – планшетов, ноутбуков, смартфонов Развернута информация об отелях и жилье для отдыха Вас приятно удивит большой список городов и регионов, а также широкий спектр объектов У нас вы найдете актуальные цены и лучшие предложения от владельцев домов без переплат Прямые контакты от хозяев, гостевых домов и гостиниц Только проверенные объявления без посредников и агентов Вы давно искали честные цены без накруток? Вы их нашли Выбрать и забронировать стало легко Куда-на-юга.ру – удобно, просто, для всех Если остались какие-то вопросы, все ссылочки ждут тебя в описании Итак, все мы с вами хотим сэкономить денежки, хотим купить автомобиль с хорошей скидкой Многие специально дожидаются конца года И вот сейчас на дворе середины декабря, казалось бы, самое время получать автомобили с хорошими скидками, с подарками Но когда люди приходят к официальным дилерам, сталкиваются с обратным Что им говорят, ну да, скидка будет, но не такая желаемая, как они хотели бы Друзья, вот я с вами поделюсь наблюдениями за последние три месяца Начиная с сентября, октябрь, ноябрь, декабрь, даже четыре В сентябре-октябре на некоторые автомобили, например, на Мазду Предложения были гораздо интереснее, чем они есть сейчас Те же самые Мерседесы, Ауди, БМВ Вот с Ауди, я вам скажу так, идет всегда все ровным шлейфом То есть постоянно есть определенная скидка, которой можно придерживаться Здесь я вам хочу сказать следующее Не нужно думать о том, что вот в январе, вот если вам сегодня сделали условно 100 тысяч скидку на автомобиль Прямую, без трейдинов, без кредитов, что вот в январе эта скидка будет 200 тысяч рублей Такого не произойдет уж точно В лучшем случае эта скидка вырастет, ну, я предполагаю, на 20-30 тысяч рублей Если она будет еще больше, это будет просто чудо, которое нужно будет забирать Но опять же, где гарантии, что вы сможете дождаться этого автомобиля И что он будет вас ждать, что вы вот в следующем году придете к дилеру Он скажет, да, да, окей, машина постояла еще месяц, она уже 19-го года И я готов отдать тебе с большей скидкой Есть куча людей, которые точно так же хотят купить автомобиль Приходят в салон, им делают предложение, они его покупают Я вам отвечу на этот вопрос, отталкиваясь от своего опыта Исходя из того, что я занимаюсь покупками автомобиля Я вам хочу сказать следующее Покупать автомобиль нужно здесь и сейчас Такое, что машина будет стоять и ее не продадут, она дождется тебя Это возможно, но это маловероятно Но сам факт того, что надеяться на чудо 2019 года Что оно будет в два раза больше, не стоит абсолютно Друзья, приходите покупать, торгуйте здесь и сейчас Делают вам хорошую скидку, забирайте автомобиль Не нужно, вот я занимаюсь скидками, я вас учу торговаться Но при этом 10-20 тысяч рублей это не та сумма, ради которой нужно ждать следующего года Для того, чтобы забрать этот автомобиль Поймите правильно, что хорошие предложения, они есть круглый год, постоянно Приходишь к дилерам, прозваниваешь всех Всегда ты найдешь одного того, кто сделает самое выгодное предложение Если оно тебя устраивает, ты должен садиться и забирать автомобиль Безусловно, конечно, да, логически в следующем году цены на автомобиль 2019 года должны подупасть Но если мы говорим о сегменте до 1 миллиона рублей Ну я думаю, какая-то дополнительная поддержка может стать 10, ну хорошо, если 20 тысяч рублей Исходя из того, что сейчас уже тоже делают скидки На автомобиль там 2 миллиона рублей, но это будет ну 20-30, ну возможно, ну блин, 40 тысяч рублей Это уже будет круто В любом случае здесь нет смысла гадать Любой менеджер автосалона вам скажет одно, что каждый месяц в первых числах им приходит распоряжение Условно сверху, где говорят, так, в этом месяце мы, например, там что-то дарим дополнительно От производителя поступила дополнительная поддержка Мы можем на определенные марки, на определенные модели делать большую скидку Что будет в январе, покажет лишь только время Но, если вы сейчас в декабре нашли предложение, которое вас устраивает Я вам, честно говоря, рекомендую забирать его прямо сейчас Ждать в следующем году чудо, можно попробовать, а вдруг эта машина уйдет Поэтому здесь выводы делать только вам Я думаю, все вы уже читали новости о том, что в следующем году поднимется утилизационный сбор Таким образом цены на автомобили вырастут Наши чиновники заявляют о том, что бояться не стоит всего лишь полтора, ну максимум 2% Давайте посчитаем вместе 2% от 1 миллиона рублей, это 20 тысяч рублей То есть в среднем, по их расчетам, автомобиль, который стоит 2 миллиона рублей, вырастет на 40 тысяч рублей по цене Я же могу вам сказать следующее Вот смотрите, на данный момент, например, компания Volkswagen уже подняла цены У них автомобиль стоил, там, Tiguan 2-литровый 2 миллиона 450 тысяч рублей Сейчас он стоит на 70 тысяч рублей больше То есть цена выросла не на 2%, а на 3% Я подразумеваю так, что на многие автомобили как раз на 3% ценник и вырастет Казалось бы, что такое 3%? Не так много, но с другой стороны, нифига себе, 70 тысяч, это почти 100 тысяч То есть в любом случае и так-то цены не низкие, а они еще выше будут ползти Хитрость есть от многих производителей Что они делают? Они базовые версии оставляют без изменения Для того, чтобы на сайте всегда была красивая цифра и серия от 1 миллион 350 Но когда ты приходишь в автосалон, ты понимаешь то, что машина по-хорошему, там, в плюс-минус нормальной комплектации Начинается там на 200-300 тысяч рублей дороже Соответственно ценник будет расти 100% Многие производители уже их поднимают Просто когда идут скидки, нам всем они кричат Мы делаем распродажу, мы делаем подарки, приезжайте, покупайте Когда происходит поднятие цены, это просто, знаешь, с понедельника на вторник ночью Произошло обновление на сайте Ты думал, что цена одна, приходишь, она уже совсем другая Поэтому в 2020 году 100% машины в цене вырастут Да и вообще, если вы об этом забыли, каждый год производители в среднем 1, а то и 2 раза цены на машины поднимают По чуть-чуть, по 20-30 тысяч рублей, но машины постоянно растут Также в новостях отмечают, что в 2020 году в связи с поднятием цен будет спад продаж у многих производителей Этот спад продаж коснется исключительно бюджетного сегмента Вот такого рода автомобили, типа Audi, в общем, дорогие машины У них, если вы посмотрите статистику, у них постоянно идет только рост продаж Никакого спада продаж у них как такового нету Хотя, общаясь с теми же самыми менеджерами по продажам, да, бывает такое, что некоторые говорят Блин, вот этот месяц у нас так себе При этом планы не выполняют, то есть постоянно они идут ровно Но вот перевыполнить план бывает очень хорошо получается, бывает не очень хорошо Поэтому, друзья, не хочу никого обидеть, но все как обычно Богатые становятся только богаче Для них эти 70-100 тысяч рублей вообще пофигу Те, кто не зарабатывают хорошо, конечно Вот нас с вами это коснется в первую очередь Повторение мать учения Все те, кто хотят получить скидку, начинают пытаться в интернете найти автомобиль по наиболее низкой цене Как правило, натыкаются на различные сайты мошенников, которые предлагают машины в два раза дешевле, чем они стоят у официального дилера Друзья, еще раз вам напоминаю, бесплатный сыр бывает только в мышеловке Не может быть такого, что у какого-то там автосалона стоит автомобиль 2018 года И он вам готов его отдать по цене там за 500 тысяч рублей Если это речь идет о каком-нибудь Солярисе, Киарио Когда эта же машина на вторичке, двух-трех годовалая, стоит 750 тысяч рублей Не верьте вы в эти чудеса Что будет, если вы туда приедете, вас просто-напросто обманут Вы будете плакать горькими слезами Далее, касаемо кредита и трейдин Не забывайте о том, что когда вы звоните по телефону и говорите Я хочу купить в трейдин с кредитом Всегда вам могу сказать скидка 500 тысяч рублей Там миллион рублей, 700 тысяч рублей Вы должны понимать, что кредит это поле деятельности Где вас могут обмануть путем того, что в тело кредита, в эту сумму долга Вам накидают дополнительных продуктов кредитования, страхования жизни и так далее То же самое с автомобилем Вы приезжаете, вашу машину оценивают ниже рынка Но при этом вам делают как бы дополнительную скидку И тут вроде бы вам скидок дали Но на самом деле машину занизили, в кредит накинули То есть вы остаетесь в минусе, а не в плюсе Таким образом, я вам хочу напомнить, что самая честная покупка Самая честная сделка идет исключительно за наличный расчет Поэтому, когда вы прозваниваете для того, чтобы получить реальную скидку Прямую, настоящую Вы можете просто говорить, что я хочу купить за наличку Вот изначально вы находите автомобиль, который делает вам скидку больше всего за наличку А после этого уже приезжаете, оцениваете ваш автомобиль в трейд-ин И понимаете, как вам выгоднее сдавать его или продавать самому Ну и самое главное считать кредит Если у вас кредит, я вам просто настоятельно рекомендую Не думайте вы в первую очередь о скидках Сначала разберитесь с кредитом, чтобы он был честный А уж потом торгуйтесь на автомобиль Итак, самое время сделать выводы Таким образом, задаваясь вопросом, когда же выгоднее покупать в декабре или в январе Я вам хочу сказать одно Особой разницы вы не почувствуете Покупайте автомобиль здесь и сейчас Нашли хорошее предложение, его нужно забирать Если сегодня вас предложение не устраивает Ну тогда у вас остается один выход Дождаться января в надежде на то, что вы найдете наиболее привлекательную цену В любом случае, все покажет только время и поиск Друзья, не дайте себя обмануть, следите за всем, пересчитывайте обязательно Кредиты, трейдыны, все сверяйте, смотрите, что вам дарят, на каких условиях За всем этим нужно глаз да глаз Я вас верю, учитесь, смотрите, разбирайтесь и покупайте автомобили с хорошими скидками Обязательно подписывайтесь на инстаграм нашего канала, потому что там выходят только свежие новости Аудио 6 будет в следующем выпуске, вы обязательно ее увидите Машина очень интересная, вам, я думаю, понравится Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки До новых встреч всем, пока-пока